Можно прошедшую неделю еще назвать, если говорить о политическом фронте, уже не о чисто военном. Недели попытки убедить нас в том, что все, зрада, конец, все пропало, гипс снимают клиенту ИЖ. Нас пытались убедить, что Путин сейчас будет встречаться с Зеленским, и Зеленский все отдаст Путину. Ну, потому что его заставили, и Запад все заставил. Я вчера лично выразил в этом большой скепсис. Объяснил, что, ну, повторюсь, для тех, кто вчера не слышал, президент Объединенных Арабских Эмиратов, предложил встретиться Путину с Зеленским на саммите в Дубае. 30 ноября начинается саммит по климату. Почему по климату? Ну, по климату. Начинается саммит по климату. Предложил там встретиться. Но он забыл об одном нюансе президент Объединенных Арабских Эмиратов. Что он, видимо, как президент Объединенных Арабских Эмиратов, подписал римский статут. Соответственно, если они приедут на переговоры, то Путин, собственно, отправится из Дубая прямо в Гаагу на отбывать свой срок за кражу и торговлю детьми. Кражу детей и торговлю детьми. Поэтому переговоры эти невозможно, сказал я. Ну, и дальше я сказал. Ну, и на самом деле, если серьезно, невозможно по другому. Конечно, по другим причинам. Потому что есть закон запрещающий вести переговоры с Путиным. Есть моральные обязательства. Есть то, что уже произошло. То, что уже совершено. И уже нельзя отменить. То, что Путин уже сделал. На этой войне. Да, уже невозможны переговоры Зеленского с Путиным. Я много раз говорил, кстати, что Зеленский никогда не встретится с Путиным. Кто слушал мои интервью внимательно, я говорю, никогда не состоится встреча Зеленского и Путина. Это первое. Второе. Встреча президентов Украины и России состоится, если она когда-нибудь вообще состоится, то это на горизонте десятилетий. То есть ее не будет в этом году, в следующем, через. Нет, не будет. Не будет встреч президентов. Понимаете? Потому что да, война, конечно, закончится раньше обязательно. Но война не должна заканчиваться встречей президентов. Когда заканчивалась там какая-нибудь война, не знаю, армяно-азербайджанская, тогда не заканчивалась встречей президентов. Хотя нет, как раз заканчивалась. Блин, там еще Путин был. Извините. Перепутал. Но, в принципе, война совершенно не обязана заканчиваться встречей президентов. и представить себе, как встречается президент Украины с президентом России, что ж мы крути, да? Я сейчас не про Путина. С Путиным понятно, что невозможно. Путин человек, который приказал устроить резню куча, вот эти массовые грабежи, убийства, изнасилования. Путин, который приказывает каждый день убивать людей в мирных городах Украины. Понятно, что с ним никто разговаривать просто не может. Не то, что не хочет. Может и хочет, но не может. Не может. И никто, кстати, из цивилизованного мира. Со странами третьего мира он встречается. Гитлер тоже встречался с генералиссимусом, например, Франко, правильно, во время войны. Но если бы в 44-м году начались переговоры о мире, какие-либо, не знаю, с Германией, сепаратные, межмепаратные, какие угодно, с Гитлером бы уже никто не встречался. Черчилль бы уже не встречался с Гитлером. Поздно. В 40-м бы еще встречался. А в 44-м, после Холокоста, после убийства миллионов людей, конечно, нет. То же самое будет с Путиным. Но вот вчера все мои вот эти высказывания получили официальное подтверждение. Вчера Дмитрий Гулебов в газете «Карьера де ла Сера» об этом все сказал. Он сказал, что переговоры с Россией возможны только при условии, что страна-агрессор полностью вывозит войска с нашей территории. Однако эти договоренности не будут с российским диктатором Путиным. Путин не партнер для переговоров. Я цитирую Гулебу. Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом. Никогда. И еще раз подчеркну, я не уверен, что мы при жизни увидим вообще президента России с президентом Украины за одним столом. Каким ли мы президентом России? Нет, если это будет Навальный, там будет другой разговор. Но если это будет какой-нибудь другой из списка военных преступников нынешних, то есть наследник Путина, то он тоже будет, что нет. Хотя и с Навальным тоже сколько должно лет пройти, чтобы в принципе такая встреча в теории могла произойти. Этой цели можно достичь с помощью войны и дипломатии. С первым справляются наши генералы. Я заботился о дипломатии и идеологии, когда это возможно, сказал Гулебу. Мы не верим россиянам на слово. На слово никто в здравом уме не поверит. Прежде чем пойти на переговоры, мы хотим убедиться, что это серьезный, а не обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Так что вот вам официальный ответ, что не будет никакой встречи Зеленского с Путиным. Это если вдруг вы переживали про зраду. Если вы переживали, я говорю, нагнали зрады разные СМИ, в том числе в основном это Россия, все это исходило из России. Такая информационная атака серьезная последние недели. И вот что касается поставки вооружений. Гулебов в другом интервью, в интервью Reuters сказал, что не видит каких-то изменений с поставкой вооружений. Считает, что правительство с этим справилось. И мы получили свежее подтверждение, свежую оценку из Пентагона действия вооруженных сил Украины. Когда миллион раз какие-то эксперты на СНН, на BBC, где угодно. Я вот такие, знаете, эксперты-экспертные. Говорят, Запад ожидал быстрого наступления. Запад разочарован. Все разочарованы. Все разочарованы. То вот вам конкретный генерал, значит, Патрик Райдер. Генерал Пентагона. Официальный, между прочим, представитель. Бригадный генерал. Сообщил следующее. Когда у него спросили, а чего можно было, собственно, ожидать от вооруженных сил Украины, он сказал, давайте сделаем шаг назад. То есть не надо смотреть на ситуацию 11 августа 2023 года и за 11 августа 2023 года. Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это была не идеальная ситуация для вооруженных сил Украины, когда на нас напала Россия. Никто в здравом уме, цитирую генерала, никогда не пожелал бы, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло. И дальше, что говорит генерал? Украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительные позиции, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения Российской Федерации. То есть наши войска уже сделали чудо. И вы видели, что со всего мира идет поток помощи, поддержки, чтобы предоставить невероятные и значительные боевые возможности и подготовку. Поэтому, учитывая все это, я считаю важным взглянуть на это в перспективе и назад, и вперед, с точки зрения возможностей, которые они смогли развить и реализовать за короткий промежуток времени, говорит генерал Райдер. Поэтому выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации. В дальнейшем мы будем продолжать консультироваться с ними, продолжать предоставлять им тренировки, чтобы они могли вернуть себе всю суверенную территорию и в конце концов победить в этой борьбе. Итак, вот этот пентагоновский генерал, в отличие от интернет-паникеров и CNN-паникеров, четко сказал, что украинская армия уже совершила чудо. Уже совершила чудо. А не слишком медленно поступает. Почувствуйте разницу. Субтитры сделал DimaTorzok